К началу летнего сезона друг, самый лучший, подарил Никите мопед. Но выезжать на дорогу он пока не спешит, не хватает навыков вождения и защитной экипировки. Но Никита, похоже, везунчик. Сегодня ей экипировку подарили. Ведь именно для таких, как он, и проводится акция «Подари шанс». В первую очередь, по мере, главное, чтобы подходил. Если он у тебя будет в кастрюлю вот так вот болтаться, в общем, считай, что ты его нет. Лучше, лучше, снизу. Тут кататься в маршрутках, там, постоянно, не знаю, неудобно, некомфортно. А так вот хотя бы буду добираться на учебу, на лопеде. Шлемы, перчатки, мотоботинки – это не одежда и тем более не аксессуары. Это реальный способ спасти свою жизнь на дороге. Недавние исследования Всемирной организации здравоохранения доказывают, использование шлема в два раза снижает риск итального исхода при ДТП. Правда, эта статистика не слишком интересует несовершеннолетних скутеристов. Вот и приходится за них взрослым беспокоиться. Скутеристы, они, как правило, помладше. У них опыта поменьше, у них нет категорий, у них нет экипировки. Скутер ездит медленнее. Скутер ездит медленнее и не попасть в ДТП на нем гораздо проще. Но именно в силу совокупности обстоятельств, что опыт, защита, то есть ветер в голове. То есть в сводках можно часто увидеть 12-летних детей, попавших в аварию. Но не только подросткам нужна защитная экипировка, ведь по большей части это расходный материал, бывает до первой аварии. Так случилось и с Александром. Он потерял свой шлем в ДТП. Ну, случайно попал в аварию. На бок положил скутер и вот шлем спас. То есть все хорошо. Так руки только поцарапал немного. Так что Александру такой вот бесплатный шлем как раз вовремя. Вообще подобные акции для нижегородских байкеров не в новинку. В своей среде они считаются как бы старшими братьями для скутеристов. Так что не лень им и помочь, и объяснить. Я в этом уже очень давно. У меня друзья мотоциклисты, муж мотоциклист. Кстати, с мужем мы познакомились как раз на акции «Внимание, мотоциклист» много лет назад. И очень много друзей попадали в аварии. Там и хранили друзей, и в больницы очень часто к друзьям ездили. Там и переломы, и ампутации, чего только не было. И вот не устанем повторять. Экипировка, экипировка, еще раз экипировка. В преддверии открытия мотосезона мы проводили ряд таких мероприятий, где уже достаточно взрослые люди распоказывали, рассказывали в том числе и юным участникам движения, как себя надо вести. В первую очередь, управляя мотосредствами, скутера, мопеды. Кому-то позволено возраст 16 лет и мотоциклами, при этом по совместной инициативе. У кого есть возможность, кому-то не нужно. Кто-то вырос из тех каких-то доспехов, которые, может быть, потребуются и будут необходимы другим. Поэтому такую акцию мы провели. Шесть шлемов, пара защитных перчаток, экипировки раздали не так много. Но здесь, как отмечают организаторы, главное не масштаб происходящего. Ведь время и деньги – ничто по сравнению со спасенной жизнью. Варвара Ермакова, Сергей Пермовский, Объективно, ННТВ.